Ну что, вкусненько? Вкусненько? Да, вкусненько? Нравится? И довольный? Опа, довольный! Ну, держи уже, давай! Нравится? Вкусненько? И смеется! Всем приветик! Я сегодня снимаю такой немножко необычный шоппинг-влог, потому что он приурочен к Черной Пятнице, и я хочу вам показать, что я планирую заказать на скидках, и сегодня я хочу отправиться по магазинам, померить то, что я хочу заказать, также еще посмотреть вещи для Давида. Женя согласился посидеть с малышом, так что мне очень повезло, и у меня есть... Меня не спрашивай. И у меня есть часа три, как заржала, да? У меня есть часа три, в общем, пошарится по магазинам. Так что сегодня я вас беру с собой, а мальчишки остаются на хозяйстве. И быйка. И быйка с быльчикой, да. Я вам, наверное, сейчас покажу, что я планирую купить, и потом мы поедем в магазин. Хотела вам показать заказ сайта Carters, это только одна часть заказа, вторую я отменила, потому что я подумала, что большинство вещей будет маленькое. Как бы вам так сказать? Давид свои три с половиной месяца весит семь с половиной килограмм. Обычно так детки весят в полгода. Поэтому я заказываю вещи на полгода, но в то же время я понимаю, что часть из них маленькая. Например, вот эти три человечка, видите, шесть месяцев, очень классные, флисовые, тепленькие, как раз было бы идеально на зиму с закрытыми ножками. Но они маленькие, по длине они окей, по росту как раз, а вот тут вот в ширине ног они тесноваты. Вот такой еще заказала спортивный костюмчик, думаю, он будет как раз в пору. Вот этот бодик я мерила, он подходит, он как раз, так что имейте в виду, что в Картерс вот эти бодики, которые на молнии, они чуть пошире, чем те, которые на кнопочках. Ну и также заказала бодик, говорю, человечек, также заказала три бодика, они будут по размеру, и еще штанишки тоже с носочками, такими мордочками. Я, наверное, сделаю запись экрана, вот как у меня вкладки тут есть, так я вам и буду рассказывать, что я хочу заказать. Во-первых, мне понравился вот этот комбинезон от бренда Гэп, но я после Картерса вообще не понимаю, какой Давиду надо брать размер, поэтому я хочу заехать в магазин Гэп, посмотреть на него вживую, и, короче, решить брать его или не брать, и если брать, то какой нужен размер. Тебе нравится такой, Жень? Ну ничего, и вроде написано, что он этот пуховой. Даун. Даун. Даун, да. Дальше, а, дальше щеточка Foreo Mini 2. Дело в том, что мне написали представители бренда, что с 22 по 24 в связи с Черной Пятницей на Foreo будет супер какая-то скидка. У меня моя подруга очень хочет себе эту щеточку на день рождения, поэтому я планирую ей ее заказать. И на самом деле, еще подумывая, может заказать сестре к Новому Году. Кстати, пользуйтесь возможностью, пока скидки на Черную Пятницу, можно заказать очень классные подарочки для своих близких к Новому Году. Женька, хочешь такую щеточку? А что не делать? Тут есть даже черное, пацанство. Черное мне очень нравится, только что не делать. Ей очищать кожу, она пульсирует, очень классно выбивает грязь из пор. Например, вот в машине. Да нет, это лицо. Тьфу ты. Тебе надо выбивать грязь из пор? Нет. Ну вот, но девочкам надо всегда, потому что девочки делают макияж. В общем, хочу подружке заказать розовую. Дальше Масима Дути, мне нравится вот эта сумка, но, не знаю, это такое баловство. В общем, я посмотрю, какая будет скидка на сайте. Если она будет по какой-то очень прикольной цене, то, возможно, я ее закажу. Но вот так, чтобы прям она мне очень-очень нужна была, сказать не могу. Дальше мне нравится вот эта толстовка, и в таком цвете, голубо-сиреневом, и в розовом цвете. Нужно ее потрогать, нужно посмотреть на нее вживую и примерить. Так, а, вот этот пуховик, мне так нравится вельветовый, он будет просто шикарно смотреться под брюки, под юбки длинной миди, так что тоже хочу его очень померить. А он не короткий, нет? Нет, ну он не длинный, он короткий. Хочу его примерить и посмотреть, как он смотрится вживую. Надеюсь, на него будет скидка. Потом мне очень понравилась вот эта белая рубашка, она такая как с мужского плеча, и мне нравится такая ткань какая-то в рубчик. В общем, тоже хочу ее померить, потому что у меня нету плотной белой рубашки на зиму. Не, за 60 евро лучше не надо, Дашечка. Потом вот такие сережки, мне очень сильно понравились. Но опять же, посмотрим, какая будет скидка, потому что, ну, 20 евро за сережки Масима Дуди, мне кажется, многоговарно. Слушай, а можно... А ну верни, верни, верни. Что? Это можно вот взять и сахар облепить, полить сахар это и... Все, пока, все, пока. Нет? Потом вот такие сережки тоже мне очень понравились, будут классно смотреться со свитерами. И мне понравился вот такой нашейный платочек. У него очень приятная расцветка. Оренбургский пуповый плоток. Тихо. Светленькая расцветка, нежная, и он, мне кажется, будет хорошо сочетаться вот с этой рубашкой. В рубчик. Да. Дальше утырок, Женя, любимый. Утырок. О, мой утырок. Да, мне очень нравятся вот такие ботинки. Они идут полностью на меху внутри и на тракторной подошве. Мне кажется, что у них круто будет гулять с коляской, и я не буду мёрзнуть. Так что хочу заехать их примерить. И опять же надеюсь на скидку. Потом Endozer Stories. Мне нравится вот такой свитшот. Он стоит 59 евро. Дороговато. Если будет скидка, то закажу. И ещё мне понравился вот такой свитерок, потому что у него такой красивый, нежный оттенок, благородный. А на какую скидку ты рассчитываешь? На большую. Главное, что ты ни на какую не рассчитываешь. Ты вообще рассчитываешь, что я не совершу покупок. Нет, я рассчитываю, что скидать не будет, и ты ничего не купишь. Не получится. Так, Манго. Мне безумно понравился вот этот свитер. Он офигенный, но у него в составе есть махер. Кук, сейчас просыпаете. Какой хер? Махер. Вот. У меня аллергия на шерсть, поэтому некоторые шерстяные вещи, если они не кусаются, я могу носить, но если кусаются, вообще никак. Поэтому я хочу его приложить к себе и посмотреть. В общем, смогу я его носить или нет. Потом мне безумно понравился вот этот вельветовый пиджак. Из крупного вельвета тоже его хочу померить. А можно надеть вначале рубашку в рубчик, а сверху вот этот пиджак? Да, можно. Прикинь, как круто будет. Ещё водолазку поднесу, ещё на шейный платочек. Вот этот тоже мне понравился, но он коротковат и приталенный. Хочется всё-таки какой-то такой типа двубортный оверсайз. Вот. Потом мне вот безумно нравится вот этот пиджак, но его уже на сайте нет. Sold out. Поэтому я поеду в магазин. Если он там есть, я его примерю. Если он мне понравится, буду вылавливать его на скидках. Вот. Вот эти сапоги вообще бомбовые. Тоже померю. Определюсь с размером. Посмотрю, как они вживую. Потому что иногда обувь манго немножко косячит. Они, кстати, кожаные. Вот. То есть, если всё окей, тоже буду их заказывать на скидках. И хочу какую-то маленькую змеиную сумочку. В принципе, это такой быстротечный тренд. Поэтому много вкладывать в такую сумку не стоит. Вот какую-нибудь дешёвенькую. О, слушай, вот это мне нравится. 15,99. Шикарный вариант. Лучше, чем та 130 чего-то там. Можно заказать. Так. Я вот эту, кстати, видела у Маши, лаурядки, по-моему. Короче, хочу посмотреть на них вживую. И попробовать вообще влазить, допустим, вот в эту сумочку. Мобильный телефон или нет. Потому что это... Давай вот эти две последних вместо той одной. Вместо... Тихо. Короче, смартфон. Я не жилоб, кстати. Нет, нет, нет. С мобильным всегда проблема и маленькими сумочками. Вот. Ну и, в принципе, всё. А, ещё вот этот хочу заказать, купить. Короче, посмотрим, когда будут ли скидки в браккард. Гель для бровей свой любимый, ланкомовский. Ну и... Это прозрачный нолик, который... А вон был 800 чего-то там гривен. Вот на него якобы скидка, но его нет в наличии. Всё, надо брать малыша. И я помчалась в магазин. Я приехала в Океан Плазу. Здесь у меня по плану Манго и Гэп. Потом я хочу в Гулливер и зайти там в Утеркве. И также в Лавину, в Зару и, может быть, ещё какой-нибудь магазин. Давайте зайдём в Манго, посмотрим, что там интересного. Это на мне 36-й размер. Цена этого пиджака у нас 4000. Как бы вроде как окей, но, видите, он немножко узковатый. Грудь я в него свою не запихнула. А следующий размер 40. 38-го, к сожалению, нет для примерки. Сейчас надену побольше и посмотрим. Ну, 40 уже, конечно, большой. И 38-м был бы идеально. Вообще, я так между 36-м и 38-м размером. Вот это. Ну, классный, правда? Пиджак с джинсами. Тёпленький, длинный. Будет супер. Вот песочный. Он у меня стоит 3600. Он тоже хорошо смотрится. Но всё-таки пыльно-розовый мне нравится больше. Напишите, кстати, как вам. Мне вот хочется ещё сюда пуговички какие-то. В общем, чего-то как-то добавить, украсить. А то маловато. Маловато будет. Так, собрала вот такой ручок. Мне очень понравился на сайте вот этот свитер. Я хотела его примерить, потому что тут в составе шерсть и махер. А у меня аллергия на шерсть. Вот, поэтому брать как бы без примерки непонятно, как я себя буду в нём чувствовать. Вот, и он, конечно, к сожалению, очень сильно кусается. Поэтому я его носить не смогу. Но выглядит он шикарно. Просто супер, девочки. Обратите обязательно внимание. Он будет безумно тёплый. И он очень красивый. Вот. Под него подобрала вот такую юбку. И ещё очень хотела померить вот эти замшевые манговские сапоги песочные. Мне кажется, они шикарные. На мне 39 размер. Мне очень комфортно. Я думаю, что эти сапоги нужно заказать. Какие-то длинные юбки будет супер. И вот взяла ещё сумочку. Тоже на неё смотрела. Вот, думала, брать не брать, заказывать не заказывать. Тоже она такая симпатичненькая, как по мне. Короче, вот такой суперский лучок. Но, к сожалению, свитер не моя история. Так, вот этот комбинезончик, который я хотела. В принципе, цена у нас нормальная. Практически такая же, как в Америке. Вот. Ну, блин, всё равно, мне кажется, каким-то тонковатым. Потому что я параноик, конечно. Но мне хочется ребёнка потеплее, потеплее. Вот здесь симпатичный такой. Видите, тут варежки отдельно, а ножки тоже отдельно. А ножки тоже отдельно. Проискал консультант, оказывается, этот комбинезон на Синтапоне, а не на Пуку. Но мне кажется, Синтапон за такие деньги, это слишком дорого. И будет он холодный. Так что вопрос к комбинезонам Арифал. Не очень люблю Океан Плассу, потому что тут всегда очереди на выезде из парковки. Просто какой-то кошмар. Как-то мы с Женей стояли вообще чуть ли не полтора часа на выезде. И сейчас мы с вами едем в Гулливер. Там я хочу очень по-быстрому забежать в Утеркве. Может быть, Масима Доте, а может быть, Масима я оставлю уже на лавину. А вот эти, которые я хотела, стоят они у нас 6 тысяч. Вот на каблучке, на тракторной подошве. Тёмно-коричневые. Прикольные. Не смотрятся они массивно, как вам кажется? Вроде как нет. Не знаю. Мне не нравится, но в то же время ей что-то смущает. А что, сама понять не могу. Или ничего не смущает. Жаба, может, давит. Доте поеду всё-таки в лавину, чтобы не застрять в пробке, потому что скоро начнется час пик. Конечно, в первую очередь это будет Масима Доте, потому что я обожаю этот бренд. И я присмотрела себе кучу вещей на сайте. Так, во-первых, я хотела померить вот этот вельветовый пуховик. Так, смотрите, как он круто сидит. Это М-ка на мне. Мне он очень нравится. Нравится его цвет. Немножко камера делает его ярче. Хочу его взять, наверное. Суперский такой тёпленький-тёпленький. Тут, кстати, внутренний пух, а синтепон какой-то, в общем, наполнительный. Он очень тёплый. А на мне вот такой пуховик. Это тоже именно с пухом идёт внутри. Стоит тоже 4,290. Просто, ну, знаете, какой-то он очень обычный. Хочется чего-то уже эдакого. И очень сильно шуршит. Постоянно ходить, не сдавать странные звуки. Ещё мне приглянулась вот такая белая рубашка. Она оверсайз. Видите, такая типа с мужского плеча. Но это на мне М-ка. Во-первых, она из очень плотной ткани. То есть она реально будет тёплая зимой. И смотрится так очень легко, воздушно, объёмно. Видите, тут такой, как бы, рубчик, полоска. В общем, она мне тоже понравилась. С джинсами, мне кажется, будет очень прикольно, правда? Вот эта сидит больше по фигуре. Это мне предложила консультант. Очень симпатичная. Вот эти рукава Ланфра и Ланфра меня немного смущают. Знаете, как мушкетёры или гардемарины. Вот что-то такое. Что-то мне навеивает. Но тоже симпатичная рубашка. Это такие пуговицы, видите? И она тоже довольно плотненькая, нелёгкая, нелетняя. А ещё я хотела вот такие вот ботинки. Потому что мне показалось, что они зимние на меху. Но нет, они просто кожаные. Это такой обман зрения. Так что вопрос с этими ботинками отпал. Ещё мне понравилась вот эта толстовка на сайте. Но, если честно, я её надела, у неё какой-то сиротский вид. Она ещё есть на сайте в нежно-розовом цвете. Здесь в магазине нет. Вот может она бы смотрелась посвежее. Вот это как-то выглядит такая бедняшенькая, бедняшенькая. Пофточку. Конечно, хочу зайти в Зару. Но, признаюсь честно, мне в последнее время очень мало что-то нравится. Я присмотрела пару курток. Сейчас найдём. Тут просто тонна тряпья. Есть хорошие вещи. Есть откровенно просто полная Г. Всё, что меня интересовало, это вот две куртки. Жёлтая и цвета хаки. И также я хотела померить леопардовые лёгкие юбки. Очень круто будет смотреться. Вот такая вот эклектика, когда юбка идёт лёгкая, шифоновая куртка. Объёмная и дута. И также я взяла разные варианты светлой обуви. Куртка Элька, она уж слишком оверсайз. На меня, смотрите, какая она огромная. Вообще, чтобы вы поняли идею, да, вот лёгкая юбка. Допустим, казаки я надела. И такая объёмная куртка. Было бы прикольнее, если бы оно всё как-то нормально сидело. Сейчас я ещё, наверное, надену куртку в цвете хаки. Может, с ней будет получше. Куртка смотрится прикольно, но юбка сидит просто ужасно. Ну, конечно, чёрные колготки сюда сильно выбиваются. Симпатичные запушки, но юбка просто кошмар. Как из перехода. Ужас. В Бершку и в Страдивариус заходить не буду, потому что, в принципе, цены на них не такие высокие. Можно купить и у нас. Кстати, никогда особо не снимала вам в магазине Резервит. Тут тоже очень много классных вещей. И тут есть очень крутые искусственные шубы-чебурашки. Сейчас я вам их покажу. Вот такие, смотрите, они очень такие объёмные, лютенькие, классные. Я себе такую розовую купила, но я вам ещё не показывала. Но они реально очень круто смотрятся. Камера, конечно, не передаёт, но вот как для искусственной шубки. Ну, дорого нельзя сказать, но прикольно. Они есть ещё в таком винном оттенке и в чёрном. Их уже практически расхватали, так что обратите внимание. А ещё тут есть очень симпатичный длинный пуховик, такой пыльно-розовый, не блестящий. Очень интересно смотрится. И наполнение тут именно пух. Видите, длинный, внизу на кнопках. Тёпленький. Цена на него 3000. Я мерила 40-й размер. У меня 38-40, когда как, смотря в каком бренде. Всё, я уже дома. Давид спит. Женька спит, Белька спит. Короче, сонное царство в квартире. Я надеюсь, это моё видео будет для вас таким небольшим толчком, чтобы вы подходили к своим покупкам на скидках более осознанно и более обдуманно. Создайте, как я, виш-лист. Подготовьтесь заранее. Подумайте, что вам действительно нужно и что бы вы хотели купить. Зайдите на сайты магазинов. Посмотрите, что представлено. Возможно, сходите в магазины на этой неделе, померяйте, чтобы вы смогли осмыслить свои покупки и действительно с ними, как говорится, переспать. И если вы решите покупать что-то онлайн, то недавно я сняла видео про интернет-шоппинг. Оставлю на него ссылку в инфобоксе. Мне кажется, оно очень полезное и оно помогает значительно экономить. Вот. Надеюсь, это видео действительно вам было интересным. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так, то не забывайте поддерживать меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. И это помогает развиваться моему каналу. Я вам желаю отыскать на эту черную пятницу то, что станет для вас действительно самым-самым любимым. И также приобрести его по супер выгодной цене. Все. Увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok